Министры иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу должны были отправить в отставку ещё в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США. Такую информацию обнародовал британский журнал The Economist, ссылаясь на собственные анонимные источники. Жалобы на Кулебу поступали в канцелярию Зеленского ещё в апреле. Причём, как утверждает журнал, в них использовались формулировки о том, что министр избегал пачкать руки и не доводил дело до конца. Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который должен был стать его преемником, был переведён из президентской канцелярии на должность заместителя министра. Несколько источников предположили, что давление со стороны Госдепартамента США помешало этому переходу, говорится в материале издания. При этом президент Украины Владимир Зеленский на заседании правящей партии «Слуга народа» заявил, что Дмитрий Кулебы подал в отставку, поскольку у него не хватало энергии для решения вопроса снабжения украинской армии оружием. Известно, что Кулебы подал заявление об отставке накануне. Он занимал пост главы внешнеполитического ведомства с марта 2020 года. Как отмечает издание, Кулебы пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса. Некоторые источники расценивают перестановки в правительстве как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. В понедельник и вторник в Верховную Раду поступили заявления об отставке от вице-премьеры и министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министры по вопросам стратегических отраслей промышленности, министры юстиции, министры защиты окружающей среды и природных ресурсов и председатели фонда государственного имущества. На заседание в среду Верховная Рада приняла отставки четырёх министров, но вопрос о главе МИД не рассматривался. Также, по данным украинских СМИ, Кулеби могут предложить пост в Брюсселе в представительствах ЕС или НАТО, а также предложить должность посла Бельгии или Екатеринбурге.